В эфире программа «Особое мнение» ведет эфир Майкл Наки, и в студии сегодня в гостях у нас политолог Станислав Белковский. Здравствуйте. Добрый вечер. Возможно, вы сможете прояснить новость, которая пришла как гром среди ясного неба сегодня, и я так и не увидел какой-нибудь внятной аналитики по этому поводу, а именно про заявления Лужкова, о которых он пишет в своих мемуарах. Да-да, я читал эти фрагменты. Что да, что значит, был план у Дмитрия Медведева идти на второй срок, нарушить договоренность с Путиным, и вот Лужкова, как верного практически пехотинца Владимира Путина, отстранили от управления Москвой за то, что он отказался поддержать Дмитрия Медведева. Это что? И почему сейчас? Ну, сейчас потому что Юрий Лужков уже не боится Дмитрия Анатольевича Медведева и хочет выразить лояльность Владимиру Владимировичу Путину, но вообще Дмитрий Анатольевич Медведев для Юрия Михайловича Лужкова – это красная тряпка. Все свои проблемы, свою отставку бывший мэр Москвы связывает именно с экс-президентом. И хотя было совершенно очевидно, что сам тренд на замену губернаторов-тяжеловесов, глав регионов-тяжеловесов, существовал бы независимо от того, Путин или Медведев был бы президентом. И Путину это было удобно сделать руками Медведеву, что он и сделал. На мой взгляд, в тот момент, в 2010 году, еще было неясно, совершенно пойдет ли Путин на очередной срок или президентом в 2012 году останется Дмитрий Медведев. И поэтому я вполне верю в то, что некоторые представители крупного бизнеса, в частности Борис Хаид, упоминающийся в мемуарах Юрия Михайловича, собирали ресурсы для обеспечения второго срока Дмитрия Анатольевича. Кстати, под эту раздачу попал Владимир Петрович Евтушенков, который тоже был сторонником, насколько я знаю, такого сценария развития нашей постсоветской истории. А это делалось, на ваш взгляд, сведомо Медведева или все-таки как-то в обход его в интересах неких групп? Нет, я думаю, это делалось в интересах неких групп, но сведомо Дмитрия Анатольевича, который действительно хотел остаться. И до определенного момента, на мой взгляд, до кульминации арабской весны, это было не исключено. А как это согласовалось с мнением, которое ходит от различных политаналитиков о том, что была определенная договоренность, то есть действительно ли Медведев предполагал возможным нарушать договоренность перед Владимиром Путиным? Да, он не предполагал возможным нарушать договоренности, но я считаю, что в 2008 году такой договоренности не было. Она появилась в 2011 году, то есть уже после описываемых юриловушковым событий. Я говорю, что если бы не арабская весна, если бы не страх Путина, что подобного рода сценарии могут быть воспроизведены на российской почве, то Медведев мог остаться на второй срок, и в частности на пресс-конференции в Швеции, по-моему, это было весной 2011 года уже, когда Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопрос, кто станет следующим президентом России, отвечал, вам понравится. Вряд ли он имел в виду себя, когда говорил, вам понравится. Ну, и, знаете, подобно Гомер Мельтон и Паниковский, помните, из этого теленка, так вот, Барак Обама, Анатолий Чубайс и я считали, что Медведев пойдет на второй срок. Барак Обаму и Анатолий Чубайс я приплетаю здесь, чтобы показать, что весьма информированные люди так считали, а не только несчастный политолог Белковский. — И итоговое решение все-таки по этому вопросу было за конкуренцией групп или непосредственно за Владимиром Путиным? — За Владимиром Путиным. — А вот тот сценарий, когда Медведев мог оставаться на второй срок, он предполагал, что после него все равно, на ваш взгляд, будет Путин? — Нет, он предполагал отползание Владимира Владимировича от властных рычагов и механизмов, и если бы Владимир Путин тогда удалился от власти, то он сегодня был бы многоуважаемым гражданином в мировом масштабе, мог бы возглавить какую-нибудь крупную международную организацию. Но, конечно, после крымских событий весны 2014 года и начала войны на Украине, в юго-восточных регионах такие перспективы для Владимира Владимировича исключены. Ничто не может гарантировать его безопасность, кроме него самого, в качестве российского лидера. В контексте появления этой информации и вот этих слов Лужкова многие обсуждают и предстоящие выборы, и о том, может ли на них фигура Дмитрия Медведева каким-то образом быть задействована. — Пока я не вижу такой возможности. Ясно, что кандидат от Кремля будет только один. Если это Владимир Путин, то значит Владимир Путин. Скорее стоит вопрос, останется ли Дмитрий Медведев премьер-министром после выборов 2018 года. С одной стороны, это не исключено, с другой стороны, называются и другие вполне реальные кандидатуры, типа, например, председателя Центробанка Эльвира Сахибзадовна Набиулиной, которая в последнее время пользуется отдельным доверием президента, которому нравится, собственно, сам сценарий банковской зачистки, устроенный ею, когда не только частные банки переходят под контроль ЦБ, но и активы их акционеров. Активы тоже меняют собственников в государственном направлении. То есть Эльвира Сахибзадовна стала таким Игорем Ивановичем Сеченым финансового сектора нашей экономики, а такой жесткий подход импонирует лидеру. Ну, если она и так исполняет то, что от нее ожидает лидер, то зачем менять что-то местами? Ну, потому что нужен все-таки в условиях экономической, на сложной экономической ситуации, где находится сегодня наша страна, в условиях санкций, предполагающих ограничения нашего доступа к международным финансовым рынкам и технологиям, что очень болезненно для российской экономики, правительство все-таки должно возглавлять более жесткий председатель. С ярко выраженной линией, хорошо разбирающейся в экономике, этим критериям Эльвира Сахибзадовна отвечает. Но я не утверждаю, что она будет премьером, я говорю, что это одна из обсуждающихся кандидатур. Ну, то есть при нынешней ситуации, на ваш взгляд, неизбежно, что какой-то сильный премьер в любом случае будет поставлен, будет заменен действующим. Нет, неизбежно, он может остаться и Дмитрий Анатольевич, поскольку, в принципе, он не мешает Владимиру Владимировичу, который де-факто и руководит правительством через голову своего премьера. Но если все-таки будет сочтено, что в наших тяжелых условиях нужен премьер, с одной стороны, полностью подконтрольный президенту, но все-таки более самостоятельный на уровне системы тактик, то кандидатурный Биульный подходит. К тому же остается все равно важнейшим, центральным остается один критерий подбора путинского премьера. Этот премьер не должен дышать в спину президенту, не должен вступать с ним в прямую или подразумеваемую политическую конкуренцию. Ну, собственно, по этому принципу подбирались Михаил Фродков, Виктор Зубков, Дмитрий Медведев. Илья Расхипзадовна, хотя менеджер сильный и самостоятельный, но совершенно очевидно, что дама с таким именем, отчеством и фамилией не может быть претендентом на высший государственный пост. Поэтому она не является конкурентом Владимира Путина в политическом пространстве. А кто, в принципе, из его окружения может являться ему конкурентом в политическом пространстве? Ну, когда он президент, никто. Но как только человек становится премьером, он сразу, ну, условно, как Виктор Черномырдин или Евгений Примаков при Борисе Гельцине, это были сильные премьеры, которые воспринимались элитами, как потенциальные сменщики президента. Правда, потом этим сменщиком оказался Черномырдин и не Примаков, как мы знаем. Поэтому, когда человек становится премьером, у него вырастают крылья. Он выходит совершенно на новый уровень амбиций, в том числе в элитном восприятии, поскольку элиты начинают оценивать его политические перспективы. И Владимир Путин всегда стремился к тому, чтобы вторым лицом в стране не был его хотя бы даже в далеком будущем потенциальный конкурент. А есть такие вообще фигуры? Могли бы вы назвать примеры, кто хотя бы, ну, в лице... Ну, пример Алексея Леонидовича Кудрина. Почему нет? Вот если назначить премьером Алексея Леонидовича Кудрина, то элиты, безусловно, будут считать, что он следующий президент и будут уже выстраиваться к нему как к следующему президенту. Потому что рано или поздно Владимир Путин все равно уйдет. Хотя бы всего естественных причин. Да? А вот Эльбер Сахердзад, ну, на Биолину не будет восприниматься элитами как будущий президент, и поэтому восприятие элитами будет более спокойным и путиноцентричным. А восприятие элит вообще на что-то влияет в контексте этого мироустройства? Ну, нам только что Михаилович Кушков рассказал. Да, влияет, конечно. Потому что значительная часть элит тогда, в 2010-2011 годах, ориентировалась на второй срок Медведева. Но, как мы видим, финальное решение все равно осталось. Ну, да. Но, тем не менее, могло быть и другое решение. И элиты готовились к альтернативному решению. Но к альтернативному решению все равно одного персонажа. А работа шатания в элитах все равно оказывают существенное влияние и на политическую карту страны, и на экономическую ситуацию. Конечно, сегодня в условиях закручивания гаек ситуация гораздо более жестко контролируется Владимиром Путиным, чем тогда. В тот период, тогда все-таки страна была расхристана и разболтана, выражаясь путинским же языком. Но Владимир Путин не очень интересуется внутренней политикой, он сконцентрирован весь на международной и военной политике. Сейчас на этой мысли мы ненадолго прервемся, и это особое мнение Станислава Белковского. Мы остановились на том, что есть особая сейчас среда, когда интересы лидера сформированы на международной политике. Да, они сконцентрированы на международной повестке и на войне. Потому что, собственно, все, чем занимается Владимир Путин в последние годы, это поддержание состояния войны, состояния гибридной войны и психологии войны в российском обществе. А поэтому в тихом моменте внутренней политики, как казалось бы, ничего не происходит, могут завестись чертами. Также могут прилететь черные лебеди, по определению Джона Стюарта Милля. То есть какие-то непредсказуемые события, способные дестабилизировать ситуацию. Какие мы не знаем, на то они и черные лебеди. Что их появление нельзя предсказать заранее. Можно только узнать, что они в принципе возможны. Невозможные – возможно. Да, поэтому Путин всегда создает, выстраивает политическую конфигурацию так, чтобы даже теоретически минимизировать любые риски. А раз уж мы о Путине и его международных интересах, бытует мнение, скажу так, что не только война его интересует, но и, например, крупные международные мероприятия, в том числе спортивные. Безусловно. Как на этом фоне выглядит все, что происходит сейчас вокруг Олимпийских игр? Я считаю достоверным до сих пор, хотя многие разуверились в этой версии, но считаю достоверным, что тогда, в 2007-2008 годах, всерьез рассматривался вариант, при котором Владимир Путин мог стать главой Международного Олимпийского комитета, но он не реализовался. Да, и сейчас у нас вроде как есть некоторые проблемы по этому направлению. Что вообще происходит и почему Россия стала в такую, ну, формально примирительную позу, что мы готовы сотрудничать, но по факту, что мы видим с доклада ВАДы, что не соблюли ни одной из условий, которые позволялись. Ну, что, неужели бы Путин и спортивные чиновники пошли бы на такое унижение России, как открыть доступ к московской антидопинговой лаборатории имени Григория Родченкова, чтобы что, чтобы там передать Западу своими руками все доказательства государственной программы поддержки допинга? Нет. Если считать, что эта программа существовала, а по версии комиссии Макларена и его последователей, значит, это так оно и есть, да, по версии, я не могу с ней в полной мере солидаризироваться, поскольку у меня недостаточной информации, то это было сделано после Олимпиады в Ванкувере 2010 года, зимней Олимпиады, когда российская сборная выступила мягко не лучшим образом. Всего три золотые медали, а в таких наших традиционных видах спорта, как хоккей и фигурное катание, никаких. Ни одной золотой медали. Вот. И ясно, что к Олимпиаде в Сочи в таком состоянии российский спорт подойти не мог, потому что нужно было порадовать Владимира Владимировича тотальным триумфом и порадовали. Но, видимо, не без допинга. Эта радость на данный момент привела к тупику? Конечно, потому что все-таки вопрос о том, будет ли допущена Россия к Олимпиаде в Хринчхане стоит очень остро. И даже если она будет допущена, то, видимо, с какими-то ограничениями. Как-то отсутствие российского флага и гимна, неучастие нашей делегации официального открытия и закрытия евро и так далее. Это, конечно, существенный морально-имиджевый удар, но поскольку Владимир Путин уже перешел в состояние устойчивой конфронтации с Западом, еще один удар его не смутит. Потому что любой удар позволяет подогревать психологию войны, чем Владимир Путин сейчас преимущественно занимается, применительно к собственному народу. И что должно обеспечить его триумф на президентских выборах 2018 года. Триумф безоговорочный. И не ставящий никакой образом под сомнение легитимность российского лидера. А для российского спорта и болельщиков, конечно, это огромный ущерб. То есть власть, на ваш взгляд, на данный момент вообще не испытывает... Ну, тот, кто эту власть представляет, и тот, кто руководит, так сказать, политикой, не рассматривает это как что-то критичное, что-то ужасное, а скорее как возможность. Нет, Владимир Путин не рассматривает это как критичное, ужасное, потому что он твердо убежден, что мы стали жертвой агрессии Запада. Но это не мы аннексировали Крым. Это США собирались туда ввести войска НАТО, и мы просто в последний момент это предотвратили. И не мы организовали войну в Донецком и Луганском регионах Украины. Она сама организовалась, чтобы предотвратить геноцид населения этих регионов со стороны фашистской хунты в Киеве. И так далее, и так далее. И Владимир Путин всегда говорит, что что бы мы ни делали, все равно Запад нанес бы по нам упреждающие удары в плане мести за наше вставание с колен. Ну вот, Запад сейчас, с точки зрения Путина, нанес еще один удар, но мы должны быть к этому готовы, потому что русский человек мобилизуется только в критической ситуации. Война – это, естественно, состояние души, это, собственно, путинской линии. Но, естественно, профессионалы во всех сферах, они иногда приходят в ужас от перспектив дальнейшего развития войны с Западом. Это происходит и в экономике, я говорю, где мы лишились доступа к международным рынкам капиталов и технологий, что, мягко говоря, ухудшает экономическую ситуацию в стране и отбрасывает технологически на десятилетия назад, особенно с учетом того, что скорость технологического переоружения всего мира выросла на порядок за последние, скажем, лет 15. То есть мы вошли в новую технологическую революцию, мы – это мир, а Россия осталась на обочине этой революции и с санкциями ситуация только усугубляется. То есть, на ваш взгляд, все это выстраивается в единую логику для Владимира Путина. Встраивается ли туда история со СМИ, которые теперь у нас в России, СМИ, которые финансируются из других государств, если закон подпишут, он принят уже в трех чтениях, могут быть приравнены к иностранным агентам. Это та же история, это та же логика? Ну, разумеется. То есть формально это месть за принуждение дочерней компании Russia Today, вот этого аннотовой новости, к регистрации в качестве иностранного агента в США, но фактически это создание механизма выборочного применения к средствам массовой информации репрессивного закона в тех случаях, когда те или иные средства массовой информации не будут устраивать свои позиции Кремля. Причем это могут быть совершенно российские средства массовой информации, потому что доказать, что они получали от кого-нибудь иностранное финансирование, можно всегда. Вот вопрос у многих, в том числе и политологов, к формулировкам этого закона, насколько, на ваш взгляд, они обтекаемы и случайность ли это? Нет, они именно настолько обтекаемы, что прищучить можно бы любое СМИ, в том числе российское и перероссийское. То есть... Питал сказать, что даже организации, получающие финансирование из-за рубежа, но сами российские, не могут, финансирование, ну, смогут, но такое финансирование приводит к присвоению СМИ статусу иностранного агента. Это очень общая формулировка. Например, если банки привлекают депозиты из-за рубежа, а потом выдают кредит российскому средству массовой информации, можно ли считать, что это средство массовой информации уже под боем? Можно, но под боем оно тогда и только тогда, когда оно не устраивает Кремль. Устраивает Кремль, естественно, все закроют глаза на любое иностранное финансирование, поскольку в России вообще законы уже давно создаются для избирательного их применения, вопреки важнейшему принципу права. Это запугивание и средство для самоуспокоения, чтобы была дубинка на случай чего, или же, на ваш взгляд, это действительно начнет применяться и очень активно? Нет, это будет применяться время от времени, в зависимости от вспышек недовольства теми или иными средствами массовой информации или обострения отношений с какой-нибудь очередной страной. Вот сейчас немецкие СМИ, скорее всего, не попадут под это дело, но если с Германией случится какой-нибудь конфликт, или, например, Евросоюз ведет новые санкции против России по инициативе Германии, тогда немецкая волна тоже попадет туда под раздачу, а там, глядишь, какая-нибудь газета ведомости попадет, потому что выяснится, что он находится в деловом партнерском этой акции, это и так всем известно, с Wall Street Journal и Financial Times, и, в общем, кто-нибудь, так сказать, с генпрокуратурой, Минюст, где немало прекрасных, блестящих специалистов посредством массовой информации, предотвращению их деятельности, не нейтрализации их деятельности, объявят, что это иностранная агента. В принципе, я ничего не вижу страшного даже в статусе иностранного агента, плохо там только то, что нужна дополнительная отчетность, которая требует значительных расходов, дополнительных. А сам статус иностранного агента, по-моему, в России очень почетен, да, вот самый известный иностранный агент в России это профессор Воланд, да, да, и, так сказать, и вот еще в 90-е годы ставились сомнительные эксперименты многими российскими бизнесменами, которые брали себе англосаксонские фамилии, например, вместо русских, да, например, был Сидоров, да, так сказать, а стал Джонсон, и вот один такой человек, который условно из Сидоров превратился в Джонсона, говорю, что когда он звонил какие-нибудь приемные, высокие, говорю, что звонит Сидоров, соединиться удалось в одном-двух случаях из десяти, а когда звонил Джонсон, то в пяти-шести случаях из десяти Джонсон отжим, потому что иностранцев в России уважают, это проявление нашей провинциальности, наших провинциальных комплексов, поэтому, или тогда еще родилась, некоторые люди придумали, что надо говорить по-русски с акцентом, каким-нибудь иностранным. Одним из пионеров этого движения был известный телеведущий Дмитрий Киселев, который стал говорить по-русски с как бы английским акцентом, которого в жизни у него, конечно, нет, но сразу стало понятно, что это серьезный человек, который, наверное, так долго проработал в англо-саксонском мире, что он же без акцента по-русски говорить не в состоянии. Сейчас уже акцент отослаб, потому что он стал рап-патриотом и уже он не может, так сказать, слишком упирать на этот акцент. Ну, слушайте, а кроме шуток, вот, например, Transparence International поделилась, предвосхищая вот то, что было зарегистрировано в СМИ как инагенты, и поделилась своим опытом и говорит о том, что многие спонсоры, особенно госкомпании или те, кто как-то взаимодействует с госкомпаниями, не хотят сотрудничать с инагентами, не хотят размещать рекламу, не хотят делать совместные проекты, а для СМИ это, кажется, достаточно важно. Да, конечно, это соображение есть, и вы, если кроме шуток, вы говорите, конечно, статус инагента может, так сказать, внять жизнь не сам по себе, не как формально юридической категории, а как черная метка о том, что это средство массовой информации нелояльно властям, власти его не любят, а значит, будьте осторожны при сотрудничестве с этим средством массовой информации. Вот этот статус, если его начали с НКО, теперь хотят распространить на СМИ, он скорее... А там же на физических лиц, вы знаете, что... Это пока непонятно. Сенатор Климов, член соответствующей комиссии Совета Федерации, уже предлагает вести понятие неживательного физического лица, в том числе и для россиян. Да, это особо интересное сейчас соображение его. Тем не менее, обилие иностранных агентов, оно скорее приведет действительно к маркировке как нечто негативное, или просто будет размыто понятие и... Нет, для аудитории нет. Для аудитории ничего не изменится, но действительно для кредиторов, спонсоров и вообще всякого бизнеса, прямо или косвенно зависимо от государства, это практически весь российский крупный и средний бизнес, да, это будут негативные сигналы, которые тем самым негативно скажутся и на судьбе самих СМИ. А к чему такие сложности? Зачем такая казуистика? Почему просто не запретить или не отрубить финансирование? А в России все репрессии проводятся по закону, потому что нами правят юристы, в главе с Владимиром Путиным. Легко принять любой другой закон, это же принятый которую хотят принять, и принять просто другой закон, всех выгоним иностранцев. В чем разница одного закона от другого? Нет, ну в том, что все, у нас все интеллигентные люди, мы же интеллигентные люди, ну что, как можно выгнать всех иностранцев? У нас все делается как в Америке, правильно? Вот у них есть закон об иностранных агентах от 1338 года, правда по содержанию духа он как-то или иностранmand отличается от нашего, да? Ну, неважно, мы делаем все как в цивилизованном мире, у них есть иностранные агенты, у нас они могут быть, почему нет? Если нас спросят, зачем вы это сделали, а мы делаем как флагман свободного мира, США. Потому что у нас карга-культ, мы должны все делать как США. Они куда-нибудь ввели войска, и мы ввели. То есть мы ненавидим Соединенные Штаты и считаем источником их всех своих проблем. Но в этой ненависти коренится глубокая любовь к США и зависть к ним. Потому что любовь и ненависть, в принципе, это одно и то же чувство, с точностью до знака. А общий антонимом равнодушие. Вот мы все, что угодно к США, но неравнодушны. Почему тогда несоразмерные законы принимаются? Законы, понимаете, в отличие от США, у нас закон для выборочного применения. Мы кого если не любим, мы его накажем по закону. А кого любим, на него закон не распространяется. Причем это отражение так называемого тотального сознания, которое присуще не только властям российским, но и многим российским оппозиционерам, которые суждают точно так же. Наши единомышленники, хорошие люди, оппозиционеры, они не должны отвечать по закону. Они не обязаны законы знать. Это плохие люди из Единой России должны соблюдать законы. Если всплывает какая-нибудь коррупционная история, то она не может распространяться у наших друзей. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости, а затем вернемся к особому мнению со Станиславом Белковским. Всячески развлекать какими-нибудь интересными темами. Интересными темами все-таки лучше прямо в эфире развлекать. Нет, интересные темы, которые недостаточно интересны, например, для эфира. Он сказал, что открытые конкурсы, касающиеся творческих нужд... А во сколько, кстати, у нас конец эфира? Конец эфира у нас с вами где-то в 47. Вот как вы думаете, если влезть в кое-то веке не в голову наших людей, а в голову, допустим, того же МОКа, действительно они пойдут на это? С одной стороны, МОК весьма коррумпировал. По крайней мере, был. Там есть немало людей, зависимых от Российской Федерации в этом смысле. Поэтому, если бы спросили президента МОК Томаса, кто хочет ли он это, он бы, конечно, сказал, ну, под североткой правды, сказал бы, что не хочет. Но, с другой стороны, есть общественное мнение, и МОК не может его игнорировать так, как у нас его игнорировать, соответствующие инстанции и структуры. Поэтому МОК разрывается между тайным желанием Россию простить и, в общем, явной невозможностью это сделать. Ну, можно же сделать это, там, сказать что-нибудь ободряющее, типа, не должно быть коллективной ответственности, спорт это святое, но вне политики и все такое. Нет, сказать можно все что угодно, но в России, где властям внимаются открытым ртом. А на западе, сказать, что это не очень получится, потому что там сразу станет вопрос, сколько Томас Бах получил за такие высказывания. От кого станет вопрос? От общества, от гражданского, вы будете смеяться об обществе. Ну, подождите, даже тот же Запад, он очень разнороден. Какая часть общества? Значительная часть общества, значительная активная часть общества. То есть обычные люди? Ну, мы согласны с тем, что если бы с каким-то российским крупным кинопродюсером случилось бы то, что с Харви Вайнштейном в России, то ничего бы ему не было. Харви Вайнштейном что-то стал за это. Так и здесь. Знаете, тут, к сожалению, есть определенные системы восприятия гражданским обществом всех. Ну, вот Харви Вайнштейна, например, СМИ в основном атаковали. То есть это достаточно определенная часть общества. Ну, его, в случае, атаковали СМИ. Ну, между прочим, все началось с газеты New York Times, которая считается либеральной, и которая против Трампа и за демократов в основном. Поэтому суждение о том, что это заговор Трампа, в этой связи выглядит несколько неубедительным. Это очень странное суждение. Да, я видел его, да. Я считаю, что, конечно... И как бы Вайнштейн был не самым большим противником Трампа, как минимум. Нет, нет, нет. Трамп здесь совершенно не причем. Просто есть определенные системы, конструкции восприятия. Как называют их наши друзья-философы, эпистемологические конструкции. Умные слова. Я же политолог, должен иногда употреблять умные слова. Конечно. Чтобы зрители думали, что я настоящий политолог. Слушатели, верно. О, очень просят, кстати, микрофон чуть подвинуть к вам поближе. Конечно. Ну что, я к микрофону стал как к образам, помните? Нет, все это точно к вам образует. А как так получается, что есть претензии по Олимпиаде, но нет претензии по Чемпионату мира? Это же, если вот есть коррупция в спорте, она же должна быть везде. Это из-за того, что плохо выступает сборная? Потому что, во-первых, ни ФИФА, ни УФА при их нынешнем руководстве не хотят переносить Чемпионату мира из России, и поэтому они не будут этого делать. То есть, слишком это затратно? Ну, собственно, расследование о коррупции при предоставлении Чемпионата мира и России Катару, оно уже длилось давно, оно сошло на них. Потому что в главе ФИФА стал Джанни Инхантино, это наш лоярный нам человек. Нам, в смысле, Российской Федерации, ее властям. А почему общество не додавило там? Это же структуры, которые имеют одинаковые, ну, как это сказать, одинаковых рецепиентов с точки зрения общества. Футбол — это отдельная вселенная. И он во многом построен на том, что никто не имеет права вмешиваться в футбол. Ни политики, ни, ну, так сказать, только вот футбольный мир, он абсолютно замкнут на себе. И Чемпионат мира по футболу — это гораздо более популярное мероприятие, чем Олимпиада. Гораздо более деньгоемкое. Олимпиада переживает, на самом деле, кризис большой. Потому что выясняется, что большинство видов спорта, представленных на Олимпиаде, не популярны. Да, все, сейчас мы заходим. Это программа «Особое мнение», ввиду эфира я Майкл Найки, и в гостях у нас политолог Станислав Белковский. На этой неделе произошло событие, и все еще продолжает происходить. Один человек, наверняка вами любимый, который пришел в свое время к власти на честных выборах, легитимно был избран, как все утверждают. Что, Мугабе? И страна, которого находится под западными санкциями, не дали мне завершить такой интересный ход. Да, Роберт Мугабе, который... Ну, просто сказали, который мой любимый. У меня не так много любимых лидеров. А, тут интересно, но неважно. В общем, он стал в притче во языцах, он был одним из самых прочных диктаторов, и вот как-то все пошатнулось. Как вообще это произошло? И на ваш взгляд, логично ли все происходящее сейчас в Зимбабве? Ну, всякое фигурное катание когда-нибудь кончается. Как говорил с начала 90-х годов, по аналогичному поводу Мугабе, 93 года. Ясно, что он уже, так сказать, шел на выход всего естественных причин. И его приемницей должна была стать его жена Грейс Мугабе, которая на 40 лет его моложе. Это явно не понравилось элитам и военным в особенности, поскольку, видимо, вероятность реализации такого сценария возрастала в краткосрочной исторической перспективе, то военные решили поторопиться и сломать этот сценарий. Ну, а как же вот постоянные рассказы о том, какой там устойчивый режим, большая поддержка и все остальное, почему все это никак не повлияло на процесс? Ну, понимаете, режим Иосифа Сергеевича Сталина был достаточно устойчив, что не помешало его соратникам его немножко схлопнуть в начале марта 1553 года, чтобы избежать расправы с его стороны. Так случилось и здесь. Потому что всякий авторитарный режим, он же не опирается ни на какие публичные политические институты или гражданское общество. Он опирается только на силовые структуры, по сути. Не случайно Владимир Владимирович Путин так интенсифицирует развитие силовых структур, увеличивает их численность, диверсифицирует их, создает новые, чтобы слишком много силового ресурса не концентрировалось ни в одной из них. Как только силовики решили, что Мугаба им больше не нужен, а Грейс Мугаба тем более, все, все свершилось. Сейчас вице-президент уволен им, сейчас будет сформирует переходное правительство на 5 лет, как нам сказали, и через 5 лет будут свободные выборы. Но кроме того, что-то надо делать с экономикой Зимбабве, где нет даже национальной валюты. Знаете, что валютой являются американский доллар и южноафриканский ранд в этой стране. Поэтому для этого нужны, конечно, реформы. И нужно избавляться от ситуации, при которой на одну вечеринку Грейс Мугаба могла потратить годовой бюджет своей страны. — Вот в случае, когда власть меняется таким образом, людьми на танках, военными, захватывается, есть ли у вас прогноз о возможном дальнейшем будущем этой страны? И как там все? — У меня нет развернутого детального прогноза, потому что я не Зимбабве вед. Но важнейшая задача, которую должно решить переходное правительство вице-президента с непроизносимым именем и фамилией, поэтому я не буду смущать радиослушателей, а то они решат, что это какая-то обстанная лексика, запрещенная Роскомнадзором. — Все-таки восстановить в правах белых и привлечь, извините за это, неполиткорректное высказывание, привлечь некоторое количество белых специалистов восстановления экономики страны, потому что тотальное изгнание белых из всех сфер и средств жизни Зимбабве сказалось негативно на уровне и качестве управления этим райским местом. — Ну, пришедшие к власти военные, они скорее будут нацелены на то, чтобы восстановить страну или, собственно, повторить то, что делал... — Я сегодня пытался им дозвониться, но не смог, поэтому не могу точно ответить на ваш вопрос, видимо, из-за разницы во времени. Но сейчас пока нужно ликвидировать кланы лояльной Мугабы, это будет несложно, потому что ясно, что на 93-летнего старика, который был освистен нынче в университете столицы Харары, куда он зачем-то выбрал свойств под домашнего ареста. В общем, ставить уже никто не будет. — Обычно, когда теоретики политической науки начинают рассказывать о том, что любой подобный режим приходит вот к этому, им как раз на этот режим и указывали. Можно ли сейчас сделать вывод, что рано или поздно все равно все заканчивается насильственным отъемом власти у человека, который стоит во главе? — На вступлении в медицинский институт я изучал учебник академика Апарина «Биология с общей генетикой», говоря, о чем он получил 5 на вступительном экзамене по биологии, который начинал с очень оптимистичной фразой. «Все процессы в природе, включая старение и смерть, необратимы». Это же можно сказать и об авторитарных политических режимах, поскольку мы вообще вступили в эпоху, когда авторитаризм уже не будет популярен, когда главным бичом станет скорее политкорректность, от которой пострадали уже Харри Вайнстайн, Герн Спейс и многие другие. Но авторитарные режимы долго не живут. Знаете, есть свод законов Белковского, все 127, это законы, формулы, правила Белковского, сейчас они будут изданы отдельной книжкой. Вот первый всеобщий закон Белковского, который открывает свод, гласит, в истории всегда происходит то, что должно произойти. А первое следствие первого всеобщего закона, нельзя идти против истории. Сегодняшние автократы идут против базового тренда истории, поэтому они должны проиграть. Другое дело, как говорил Егор Тимурович Гайдар, предсказывает все, кроме цен, я могу сказать, предсказывает все, кроме сроков. Значит ли это, и понимает ли, на ваш взгляд, это автократ, который, наверное, для наших слушателей, для нас важнее всего, а именно президент нашей страны? Бессознательно да, сознательно нет. Вот это уже мы переходим в область психоанализа. Как это друг с другом конфликтует, и во что это выливается? Выливается в то, что фактически он идет путем саморазрушения под видом самоукрепления. Он добивает последнюю политику в стране, он добивает экономику, потому что она под санкциями долго жить не сможет. В этом смысле идеология санкций, заложенной Бараком Обамой и его ключевым помощником по этому вопросу в Госдепе Дэниелом Фридом была правильной. Просто санкции не являются акцией быстрого и прямого действия, но они работают, работают, потому что... Вот, соответственно, то есть, в конечном счете, Владимир Путин оказывается в ситуации, когда его последней опорой будут силовики, но силовики тоже люди, и многие из них уже тоже успели вкусить плодов от древок постсоветского наслаждения. То есть, это не те же самые силовики, что были 50 лет назад. Вот, поэтому, так сказать, фактически Путин ослабляет свой режим, хотя внешне кажется, что он его резко усиливает вот за счет закручивания гаек. Это ослабление в чем выражается? Выражается в том, что нет больше политических средств, инструментов, которые страховали бы Путина от неприятностей, и в том, что экономическая основа этого режима размывается. То есть, страна становится все беднее, и даже несмотря на снова растущие цены на нефть, экономика не переживает приливы силы энергии. Есть какая-то критическая точка бедности? Потому что вроде как последние пару лет она и так... Нет, критические точки бедности не существуют, поскольку Владимир Путин как и прежде, так и особенно сейчас делал ставку на безграничное терпение русского народа. Но точка недовольства элит, она существует. Так у Лиджи все хорошо? Нет, а что у них хорошо? Что у них резко ограничены возможности, во-первых, на Западе, а их жизненные стратегии в основном выстраивались с ориентацией на Запад. Не просто экономические стратегии, не просто активы, но жизненные стратегии. Но им же это компенсируют? Ну, кому Ортенбергом и Тимченко компенсируют? А кому это не то? А всем остальным никто ничего не компенсирует. Ну, то, что закрыт доступ к международным рынкам капиталов, это кто-то кому-то компенсирует? Нет. А то, что отнимают частные банки и активы акционеров этих банков, причем, насколько я понимаю, линия Центрального банка Российской Федерации, она состоит в том, что даже необремененные активы акционеров и обанкротившихся банков должны быть взысканы. Не те, которые заложены под кредит, а вообще, вот если есть какое-то имущество, и ты акционер, обанкротившийся банком, надо все это имущество забрать, потому что ты своими действиями нанес ущерб банку, разорил его, нанес ущерб вкладчикам и государству, и поэтому отдай все имущество. То есть, тем самым отрицается принцип ограниченной ответственности. Тоже один из важнейших принципов гражданского материального права. Вот. Поэтому это очень многим не нравится, я вам скажу. А почему об этом никто не рассказывает Владимиру Путина? Неужели вокруг него нет компетентных людей, которые могли бы это рассказать? Ну, вот Эльвера Сахипзадовна Набиульна ему об этом рассказывает. Так. Она известный экономист, финансист, профессионал. Он ей доверяет. А потом он не очень этим интересуется, как мы с вами выяснили. Он находится в войне США. Он джедай, который должен сокрушить американского демона-гегемона. Ну, и не сокрушить, по крайней мере, но защитить определенную часть мира, и в первую очередь Россию от него. От всепроникающей американской агрессии, как военной, так и гуманитарной. То есть, он отмахивается от этих проблем и считает, что повезет. Мне кажется, если бы он сидел в этой студии, что повысило барресинг нашей трансляции в 280 раз, он сказал бы, что, знаете, я 17,5 лет у власти, и за эти 17,5 лет мне 17,5 раз предрекали полный крах. Однако крах потерпели те, кто мне его предрекал. Но мы бы на это ответили, что Мугабе был у власти 37 лет. Да, но Путин индуктивист по типу мышления. Он считает, что то, что сработало хорошо вчера и позавчера, сработает сегодня и завтра. Сбить его с этого панталыку невозможно. Но при этом его стратегии периодически меняются. То сближение с Западом, то отход от Запада. Она поменялась один раз. Изначально стратегия была на сближение с Западом, но при, так сказать, поддержании определенного коррумпированного капитализма в России. Потому что Путин не исходил из понимания, что для сближения с Западом нужна общая ценностная платформа. А не просто, так сказать, желание потрафить Западу в каких-то интересующих его вопросах. А потом Владимир Владимирович убедился в том, что Запад его постоянно обманывает. Например, обещал не вмешиваться в выборы на Украине. В 2004 году вмешался. То есть в понимании Путина это Запад сверху. Не допустил к власти Виктора Януковича. Тогда я поставил Виктора Ющенко. В широкое самосознание украинских народных масс он, конечно, не верит. Поскольку в его понимании такого не бывает. А я увидел все это своими глазами и утверждаю, что бывает. Поэтому Запад сверху на кое-что вторично. Это, кстати, уникальный в истории случай, когда революция устраивалась дважды против одного и того же правителя. Просто первый раз еще не пришедшего к власти. Простого премьера. Да поэтому Запад нас обманул и кинул. Мы должны ему отомстить по-пацански. То есть вся вообще дальнейшая внешняя политика и все негативные эффекты от нее – это простая обида? На не сделанное с Западом действие? Конечно. Ну, потому что кто-то камень положил в его протянутую руку. Вадимир Путин в начале своего правления всерьез рассуждал о членстве России в НАТО. И что же? Как были оценены эти позитивные сигналы постоянным вытеснением России из ее традиционных сфер влияния? Ну, все началось, естественно, с мюнхенской речи, которая обозначила этого обидного. Мюнхенской речи еще под текст был относительно миролюбивый. Там говорилось, ну, давайте все-таки одумайтесь, одумайтесь, дружите с нами. Не воюйте с нами. Потому что мы идем с деньгами, а не с танками. А после второй революции на Украине все, уже как отрезано. Слушайте, ну, он же после этого даже выстраивал отношения с Германией, с Ангелой Меркель. Сейчас он выстраивает отношения с Трампом, который нас уже похвалил даже в Твиттере на прошедшей неделе. То есть предпринимаются попытки? Ну, как, мы знаем позицию, что Трамп лишь он власти. Он заложник политического эстеблишмента Вашингтона, который ненавидит обуян русофобии и не дает Трампу сделать лишнего шага. Да, поэтому нас кинули во Вьетнаме жестоко опять. Трамп не встретился с Путиным. При этом Вьетнам закупил военную технику у США, а не у нас. А Китай договорился о поставках газа с Аляски, чтобы уменьшить, соответственно, объем потребления по непостроенному еще газопроводу силы Сибири. Куда не кинуть все Дуклин. Но это нам не страшно, потому что нам главное крепить военную мощь и закручивать гайки, и тогда... Ты пытается он хоть с кем-то с Запада наладить какой-то контакт, как с той же Меркель и Трампом? Поскольку Владимир Путин не имеет опыта работы в институциональной политике и не понимает, что такое публичные политические институты, как они существуют и какого мера их самостоятельности и субъектности, он работает не со странами, а с людьми. Вот он попружился с Гайхардом Шрёдером, и все было хорошо. А потом на смену Шрёдеру пришла плохая Ангела Меркель, стало плохо. То, что, собственно, политические институты в Германии все равно существуют, и кто бы ни был у власти, они не позволят пойти своим властям дальше определенного предела, Владимир Путин, так сказать, понимает не до конца. Именно поэтому, так сказать, он так пренебрежительно относится теперь к Дональду Трампу, который не в состоянии управлять собственной страной по-царски. Но все равно, конечно, он хочет с ним подружиться, потому что в его представлении, когда Трамп окончательно озвереет от вашингтонского истеблишмента, против которого, собственно, он и победил на президентских выборах 2016 года, то придется искать руку дружбы верного соратника, а Владимир Владимирович Путин своих не бросает. Спасибо большое, это была программа «Особое мнение», в гостях сегодня был Станиславский, Станислав Белковский. Станиславский тоже был, потому что не верю, а мы так и не поговорили про Леонардо да Винчи и Сальвакаро Мунди. К сожалению, это страшно. Сделаем это в следующий раз. Да, всего доброго. Вы знаете, что это портрет самого Леонарда да Винчи, конечно. Спасибо вам большое.